В том, что касается активных воздействий, так они называются у нас, на гидрометеорологические процессы, в основном эти работы связаны с нейтрализацией градовых процессов в сельхозрайонах, на Северном Кавказе это уже давно проводится. Дальше эти воздействия используются для дополнительного получения осадков или предотвращения осадков в конкретной зоне. Человек не научился еще воздействовать, и может быть к счастью, в таких масштабах, которые затрагивали бы уже взаимосвязи между крупными атмосферными процессами, циклонами, антициклонами, фронтами. Это касается просто конкретного облака, куда выводится реагент и, соответственно, допустим, разрушается град. На климат это, конечно, не воздействие. Но оно на местные условия, безусловно, оказывает. Если у вас должен пойти град, а идет дождь, ну считайте, вот оно оказало воздействие. Но за пределами этого облака, за пределами нескольких десятков квадратных километров, ничего не, так сказать, это не влияет. Есть такое направление науки, геоинжиниринг. И в рамках этого направления изучается возможность введения в атмосферу аэрозолей, для того, чтобы создать эффект, подобный эффекту крупных извержений вулкана. Когда в атмосферу выбрасывается большое количество пыли, а это количество пыли препятствует передаче солнечной энергии до почвы, то есть нагревание почвы. Оно отражается, это пыль. И вот такой факт показывает, что когда извергался вулкан Пенатуба, то в течение года, там, по-моему, или двух лет, поскольку он выбросил много пепла, этот пепел находился в атмосфере порядка двух лет. Тогда температура не росла в это время. Поэтому такие предложения есть, но они на уровне теории, потому что нужно продумать, во-первых, какой реагент. Если это серо, то какие будут эффекты, кроме этого. Может быть, тогда и потепление будет уменьшаться, то есть динамика роста потепления прекратится. Но, допустим, аэрозоль серый, он воздух с влагой дает там серную кислоту, это превращается в загрязняющий элемент, в атмосфере перемешивается. То есть пока такие технологии на уровне чисто теоретических обсуждений. Мое личное мнение, что, наверное, вряд ли мы придем к тому, что нам искусственно нужно будет защищаться от солнечной радиации. Изменение климата, то есть глобальное потепление климата дает различные эффекты. Резкие смены холодных и теплых периодов – это и есть, так сказать, эффект идущих климатических изменений. К сожалению, это характерно не только для нас. В 2016 году, например, в Арктике было тепло относительно, а вот в Саудовской Аравии выпал снег, которого там никогда не было. Если сузить свой, так сказать, горизонт понимания до Аравийского полуострова, можно сказать, какое глобальное потепление там выпал снег. Но мы поэтому и говорим, что это глобальная характеристика. И в каждом отдельном месте это может проявляться по-разному. Например, когда в Москве, здесь у нас в центральном регионе температура падала почти до нуля, там 3-4 градуса тепла, а в Красноярске в это время было 20 градусов в Сибири. И вот такие эффекты, значит, неустойчивого положения температурного, они как раз и характерны. Вы не забывайте, что климат – это среднее состояние за 30 лет, минимум за 30 лет, которое вот по методикам Всемирно-метеорологической организации определяется. Считать климатические явления там за год – это бессмысленно. То есть климат – достаточно средненный за 30 лет промежуток, в который можно оценить среднее изменение значений. Продолжение следует...